Вся Россия играет на баяне Это тоже Россия на баяне Когда яну на свою пусть отрепляется Русские свадьбы без баян не играются Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Из первых уст» И только что на ваших телеэкранах были кадры из нашего видеоархива Это было выступление ансамбля, народного ансамбля танца «Арай» Который долгие годы блистал не только на сцене Североказахстанской области Это был наш полпред на многих сценах, на международных фестивалях, конкурсах И сегодня наша программа посвящена его бессменному руководителю Вдохновленному мастеру танца 80-летию Валерия Ивановича Хренова Я с удовольствием вам представляю гостю нашей программы Диляра Хасанова, которая является воспитанницей Является ученицей Валерии Ивановича Добрый вечер, Диляра Добрый вечер Скажите, пожалуйста, начнем, наверное, с того, как состоялась ваша встреча с Валерием Ивановичем Где это произошло и как вы пришли, почему вы начали танцевать? Я познакомилась с Валерием Ивановичем первый раз Я о нем очень много слышала Это была уже легенда в то время, несмотря на то, что он был очень молод тогда Чуть больше 20, но это была уже легенда области, республики И он пришел к нам в педучилище сделать постановку танцев И он увидел танец, которым я танцевала Поставила его Озерникова Нина Андреевна Киргизский танец Еще там в последствии было одно движение, которое его вдохновило И говорит, слушай, ну это же название рай, рассвет Самое, что это нужно было И вот тогда мы познакомились, и он говорит, девочка, я хотел бы, чтобы ты ко мне ходила заниматься У тебя получится А потом уже через несколько дней я увидела выступление Тогда он еще не о рай был, жестык был тогда И увидела на сцене театра, и я просто по-хорошему даже физически заболела Я просто не могла прийти в себя от того, что я увидела, что можно так танцевать Так передавать, так все без помощи языка, но языком танца Вот так мы и познакомились И я 20 лет протанцевала, была солистка этого ансамбля Я очень благодарна, что в моей жизни встретился такой человек Мы все ученики благодарны, что встретился у нас такой человек, как будто он к нам с неба спустился Вот становление ансамбля рай произошло в конце 60-х, да, в 70-е годы Это была особая эпоха, да, это вот были особые какие-то люди, очень было было талантливых личностей Вот как вы охарактеризуете этих людей? Ну я хочу сказать, что вот даже учась в педучилище У нас было, вот сейчас говорят, что гармоничное воспитание как-то выкинули А тогда действительно была гармония Мы и музыку изучали, и физику изучали, и хореографию изучали, и литературу изучали, и так далее То есть мы были готовы к жизни, к своей будущей профессии И вот те люди, которые нас окружали Вот у нас была такая личность Мирандов Игорь Александрович Который знал несколько языков, преподавал русский литературу Единственное, три месяца только у него выучилась английскому языку Это преподавание было, я его потом применяла, когда уже стала учителем английского языка Вы знаете, это такая личность, которые к нам приехали с Китая В революцию они попали вот в Китай, потом они в 55-м году вернулись И вот около него стоять и слушать, это было удовольствие, это был кладезь ума, это не просто Или дочка Шухова у нас преподавала английский язык, она играла на фортепиано, недавно ее не стало и так далее Сам Залманов Илья Палыч, это вообще колоритная фигура Который вот создал вот именно детище свое, педагогическое училище Которое выпускал такие кадры Вы знаете, Валентину Ивановну Кондратову Мы же детский дом ее называли имени Кондратовой Оно не присвоено, но народе говорили, это дом Детский дом Кондратовой Дом Кондратовой, все вот так вот То есть вот такие были И что касается искусства, тоже вот к нам на репетицию приходил Акпаев Петр Наверневич, но это же вообще Тоже кладезь, Гачинский приходил Другие художники, поэты, писатели Как-то тогда кишило все это И вот от того, что они приходили к нам на репетицию Мы как-то подтягивались все по-другому И как-то представляли Ну и потом, видите, вот что касается меня У меня, наверное, артистическая натура Вот, предположим, танцевали каскатар Там вот выходит, это гусиный ряд выходит И нужно взмахи крыльями, как по льду Я вот, у меня даже не специально А у меня самой от себя вот это шло И, возможно, вот это все давало Вот каждому из нас импульс Но из... вот я не заводская была Я-то работала тогда в школе Все время А вообще-то в основном был заводской коллектив И девчата, и ребята Вот я хочу, знаете, сейчас немножко перебить вас Вы ездили в Молдавию на конкурс, да? На фестиваль На фестиваль Сейчас это международно называют Тогда это всесоюзный фестиваль И мы стали лауреатами всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества То есть мы лауреаты международных конкурсов Да, и вот газета «Вечерний Кишинев» от 2 августа 1977 года Пишет о вашем выступлении Выступлении ансамбля «Арай» Когда выступает «Арай», клуб не в состоянии вместить всех желающих Побывать на этом выступлении Вот действительно, я была в те годы еще маленькой совсем Но я прекрасно помню Это была непередаваемая атмосфера Действительно, клуб был запонял Перед отъездом в Кишинев ансамбль дал на заводе отчетный концерт Это был настоящий праздник «Арай» – наша гордость Каждый участник ансамбля – не только прекрасный танцор, но и передовой работник Это же вы все были танцовщицы, танцовщики, танцоры Они же все были слесарями, сборщиками, фрезеровщиками Они все работали на заводе имени Кирова И после работы у них хватало времени, сил А самое главное, у них было желание танцевать, творить Три были основные репетиции в неделю И одна такая вот индивидуальная, когда нужно что-то было Отдельные куски подготовить и так далее Бухенвальский набат – это же очень большое полотно, которое создал Валерий Иванович Там же нужно много было отрабатывать Там, например, слепая танцует Потом те, которые находятся в лагере Там столько, как колокол Там столько картин Были целые музыкальные постановки Это целая такая постановка Или как «Подковал Блоху» Тоже это большое Это же очень интересно по сказкам Бажова «Живи планета» уже это после меня было «Живой планета» меня вообще удивило «Ну правда, живи планета в мире и согласии» Там так все выражено Как это так можно было? То есть через танец можно передать самые такие яркие чувства, да? Да, дело все в том, что мало того, что мы танцевали Валерий Иванович всегда, вот помню, ставит руки в бок и говорит «Вы запомните, что надо не только писать и читать грамотно, но и танцевать грамотно» Он все время добывался грамотности, первое Второе, я говорил, это нужно, чтобы был ансамбль Чтобы было единое все Вот в едином костюме, единая прическа, единое движение Все, вот это ансамбль должен быть Вот, и всегда, вот, и видите, он хорошую школу получил Он учился В то время была сосла к нам дочка генерала Шапошникова Это Солиско-Мариинского театра, ну, тогда Кировского, советское время И вот он получил вот эти знания, которые нам потом передал А соединение классики и народного танца, оно дало нам всем Дало, вот, знаете, вот такая интеллигентность Такое вот, ну, как сказать, очень, ну, такая, какая-то школа была совсем другая В отличие, Бороцкий был хороший, Коваленко, там, Седова, Клавдия Ивановна Вот, слава Богу, она живая из всех танцоров, которые все это Но у нас была особая школа Самобытность, да, такая? Просто как-то было удивительно Даже вот мы приезжали в Москву, приезжали, где выступали Нас видно было И вот, когда Годенко готовили 16 съезд профсоюзов Помню, с нами занимался легендарный Годенко, говорит, мистер Вот, но мы вообще его не подводили И себя хочу похвалить в том плане, что я ему тоже 3 или 4 выпуска сделала Своих учеников танцевальных И они как-то сразу вливались и с нами на фестиваль шли То есть вот мы старались хорошо работать И потом у Седовой такие танцы были прекрасные Просто вот сюита такая интересная Так все передается Она в основном с детским коллективом уработала Вот спасибо Рае Сычковой, которая продолжает ее дело Которое дружные ребята Вот, кстати, мы подошли к вопросу как раз о том продолжателе дела Валерия Ивановича Мы еще, конечно, не выяснили, каким сам был педагог Вы обязательно об этом расскажете Как он к вам относился А сейчас вот продолжатель его Кто пошел по его стопам? Ну, по его стопам вот в Финляндии В Финляндии Тамара Баулькина У нее там школа Теперь вот Громов Игорь Леонидович Он закончил тогда Ленинградский Сейчас это Санкт-Петербургский университет культуры И по распределению он попал в Прибалтику в Эстонии Там уже стал завкафедрой Очень много по Союзу танцев ставил До сих пор он танцы ставит, постановки к спектаклям и так далее Тоже как Валерий Иванович Валерий Иванович же не только вот у нас Бессменным был руководителем в течение 35 лет Только смерть оборвала, что он перестал этим заниматься А то же самое и тут И очень много участников Кто-то в Бальнике, вот Ленциков, Марина Ворожбитова Многие, они пошли уже производные От классического и народного танца Бальные танцы Создали свою школу, да Ученики учеников уже пошли То есть вот все так, ну я какое-то время Тоже танцевальные вела, все это Ну а потом уже другая была работа И по возрасту посчитала, что уже хватит Вообще надо вовремя останавливаться Ходить Красиво Дина Григорьевна, но каким был Валерий Иванович Как педагог Как он относился к своим ученикам И каким он был человеком Ну вот Ему вот есть одна фотография Его учительницы Шапошниковой Она ему наоборот и пишет Тебе рано быть педагогом Тебе надо еще танцевать и танцевать А его влекло именно балетмейстерцы Вот он первые свои шаги сделал Когда На клубе завода Куйбышева Кстати это клуб Снесли Это прекрасное архитектурное творение было Вот там был Потом уже перешел в дом пионеров Там совсем он стал известным И вот к нему уже обратилось Руководство администрации Завода Кирова И пригласили его быть руководителем Вот и вот он в течение 35 лет Вот вы правильно сказали Мы были полпредами Казахстана Мы представляли единственный коллектив Который представлял Казахстан На главных сценах бывшего Советского Союза И на международных конкурсах За границу конечно нас не выпускали тогда Но меня можно было Ну не только вас не выпускали Да, меня например можно было Я просто учителем была А вот те в основной костяк Который занимался Они работали на заводе Кирова Завод Кирова, сами знаете какой был Так что вот так Перед нами небывалые пути Утверждают космонавты и мечтатели Что на Марсе будут яблони цвести Хорошо когда с тобой ПЕСНЯ ПЕСНЯ Звезды встретятся с землею Расцветающей И на Марсе Будут яблони цвести В человеческом плане Это был очень добрый Очень порядочный человек В то же время был вот такой противоречивый Иногда он мог не соглашаться Ему когда говоришь Валерий Иванович Давай вот ты все-таки вот так взял Нет, он сделает по-другому Говорит, зря не послушался И он признавал свои ошибки Потом Он очень многому у нас научил Ведь раньше очень трудно было доставать книги Вот, например, у меня, если дома Это каждая книга Это история, как мы ее доставали Сейчас вот плохо, что не читают И я помню, что мы вот Эдит Пиаф Прямо все на полу лежали И прямо читку делали Читали и узнавали про Эдит Пиаф Откуда он знал про Эдит Пиаф в то время? И тогда же был железный занавес Информации практически не было Я вот очень удивилась этому факту Прочитав в вашей книге Портрет с словами Где вот именно, да, вы узнали от него Дело все в том, что, видимо, то, что он Будучи совсем еще юным Где-то 16-17 лет Он попал на декаду казахского искусства И вот на каждой станции, пока ехали до Москвы Там встречали видные ученые, литераторы, музыканты И так далее Встречали наш коллектив В Москве там вообще встречал Он таких людей называл И вот с Сергей Баевым Он самый первый там познакомился И вот понимаете, вот от того, что он был Вот в этом кругу Вот в этой стезе Это для него стало вот как бы Школой, как бы вот ступенью для того Чтобы вот именно все это знать И он сам-то такой был, что тянулся А вообще мы раньше тянулись такому Чтобы что-то знать, что-то читать И у нас было неприлично Если мы что-то не знаем Или что-то Или какая-то у нас речь неграмотная Или как-то Мы даже лучше замолчим Чтобы только послушать Как это лучше сделать У вас было Вы были счастливые люди У вас не было интернета У вас не было интернета Мы счастливы тем Что нас окружали очень умные Вот сейчас, например, в театре В нашем драматическом театре Единственный человек Который остался От нашей театральной студии Народная артистка Ванякова Людмила Николаевна Это какая была студия Что она И Арчи Басов со студии вышел И Лидия Лисеева И Долиненко И так далее Понимаете, сильные вот такие люди были Грамотные, умные, творящие, творческие Которые вот стремились к тому Чтобы передать свои знания Чтобы дальше пошло поколение То же самое и Валерий Иванович Поэтому он и есть настоящий педагог А я хочу немного примкнуть Вот к вашей славе Потому что вы сейчас затронули Не только коллектив и учеников Но и театр наш А здесь, в студии, впервые Вы же сколько концернов Сколько выступлений было записано А в студии Первая вот у нас тут была передача Очень хорошая Но Наварова делала Но Александр Наварова Софит Софит расшифровывается Сосклассники обсуждают Философствуют и танцуют И вот с этой передачи Столько вышло талантливых людей Вот ни один не остался Не причастен к искусству Или к науке И чтобы они не были известны Понимаете Это вот очень интересная передача И конечно Воздем программы был танцевальный Наш коллектив Валерий Иванович Потом уже Ему настолько было некогда Это филармония Театр и все И он попросил меня Я уже своими учениками Продолжала это дело И старалась не подвести Чтобы это было хорошо Вот фотографии у нас сокровились У нас очень много фотографий Обязательно все покажем И вообще такая передача Где Валерий Иванович Начинать с коллективом в студии После записи После съемок Все это очень Еще сколько И когда мы вот находимся Просто на отдыхе У нас же продолжается мысль Мы продолжаем И вот как-то Один раз на юге Мы все отдыхали После Кишинева И помню что Что-то мы говорили А у него тогда Была в голове Постановка Сказания о море Это На музыку Донаевского И что-то Слушайте А надо это вот так И это движение До сих пор Вот оно осталось Надо вот так Это все рождается Вот так вот И раз вот приходишь На репетицию Вот раньше приходишь Вот он курит Шагами меряет Вот коридор Который ход Вот отвлеченный взгляд И в то же время А потом садился играть Вот эти пальчики такие Он никогда нигде не учился Но какая была игра Это вообще бесподобно Как он играл То есть у него Не было профессионального Музыкального образования Профессионального Музыкального образования Не было Профессионального Болитмейского образования Не было И всего 10 классов И все у человека было Но это какой умный Вот даже сестра Вот Лариса И сейчас слава Богу Еще жива Я говорю Лариса Ты какую технику Кончала Или что Он говорит Нет У меня только 7 классов Ну, какие познания. Просто знания были другие. Какая творческая семья Хреновых была. Они же все пели, да? Да, вот у них папу даже в Большой театр приглашали. Да, приглашали в Большой театр. И так далее. Они вся творческая семья, и танцевали, и пели, и все. Вот сейчас осталось только два человека из семи человек, детей. Вот Лариса Ивановна осталась, хранительница очага Хреновых и так далее. И вот таким вот образом. И хорошо, что вот зять у них, вот у Ларисы Ивановны муж был, Антонов, корреспондент Костага был, фотокорреспондент. У нас еще благодаря ему фотографии остались. Благодаря тому, что у нас был конструктором, работал на заводе Кирова, работал Володя, надо же, забыла. Вот. И он фотографировал, хоть они черные, белые, но остались в памяти. Очень много фотографий. Сейчас-то, да. Сейчас и фотографируют. Мы, конечно, не в состоянии будем показать все фотографии, мы будем стараться. Фильмы снимают и все прочее. Вот такая прекрасная фотография. Это Молдавия. Выступление народного ансамбля танца «Рай» во дворце «Октомбрия» Вишенев. Это вот тот самый конкурс. Это мы открывали. 77-й год. Да. Это мы открывали. Наш Казахстан открывал фестиваль. Наша визитная карточка «Коктембальс». Еще одну фотографию покажу. С вашего позволения. А вот это уже Петропавловская студия телевидения. Это Валентина Бенюх, Рожков. Рудшковская. Рудковская. Рудковская, да. И это передача, наверное, какая-то. Да, это была передача об ансамбле. И мы давали интервью. А вот вы, Белия Григорьевна, молодая, красивая. У меня нет слов просто, когда я вижу ваши фотографии. Да, потом мне похвалили, что хорошо говорили. И я видела ваше выступление архивное, поэтому я просто пребываю в таком легком шоке, в состоянии такого вдохновленного шока. Так, еще. Вот, тоже фотография, но мы ее обязательно покажем. Но я хотела бы ее, может быть, лучше. А, это вот репетиционный момент, когда Валерий Иванович говорит, ну а почему бы не вот так сделать? Давайте, девчонки, вот так, вот так, вот так. И вот мы советуемся, и даже свои еще мысли говорим, мы могли вот как бы вот так переходить к общему знаменателю. Диляр Григорьевна, знаете, вот очень такая яркая, да, вот Валерий Иванович, у меня, как все очень талантливые личности, я не побоюсь этого слова, гений, да, танцевального искусства, прожил такую короткую жизнь. Яркую, но короткую. Вот это, я не скажу, что это как правило, но тем не менее, почему, как вы считаете, обстоятельства жизненные или все-таки вот это судьба талантливого человека? Ну как сказать, да, возможно, это судьба. Вот если на то пошло, у него в этой трудовой книжке нет слова балетмейстер, чтобы вот человека такого, такого вот ипостаси, дело все в том, что вот сейчас балетмейстеры, там сейчас видео есть, посмотрят танцы, ставят еще что-то. Ведь он все ставил танцы сам, это самородок. Или обратить внимание на костюмы, сейчас ведь костюмы отвратительно делают, там непонятно, она не казахская, какая-то монгольская шапочка, еще какая-то. Вот мне единственное нравится, костюмы делает Алина Ушакова, ансамбль Куанама. Ведь она сейчас практически нет настоящего костюма, потому что нет того материала, который был ранее. Сейчас он стилизованный называется, но она тем не менее все сохраняет, все, что характерно этому народу и так далее. Она настолько глубоко, мало того, что танцы ставит хорошо, она и вот это еще этим занимается. Ведь у нас тогда ни компьютеров не было, ни книг толком не было. Мы ведь списывались с Большим театром, списывались с театром Абая и так далее, заказывали костюмы даже в Белоруссии. И ведь мы как костюм просматривали, как вот Мария Таниклая у нас была, она не умела рисовать, она вот увидит, когда он танец ставит. А вот ты знаешь, я бы здесь вот такой костюм сделала. Вот тут так. Кто стоит, кто умеет рисовать, под ее это самое рисуется. Коллективное творчество. Да, и вот такое коллективное творчество было. И вот таким образом, и это было 70% Валерия Ивановича, вот постановка и вот эта задумка, что он дал, 30% это было костюмы. А то так, наверное, сто и сто, я бы даже сказала. Маловажно. Это, наверное, деталь. Это очень важный компонент, который дает дальше вот такой, чтобы вот выходит танец такой, как он хотел бы его видеть, выразить и так далее. Ведь этот пух искали, этот уке, почему вот это уке делается? Сейчас же просто считают, что сидит, вот это должно быть. А это же было, как бы сказать, это же оберег был в свое время. Или вот сейчас некоторые берут и большую, значит, делают такой вот, как во время свадьбы одевали девушки. Один раз в жизни всего. Нет, это делают. Это совсем не подходит. Или движение. Я иногда смотрю, вот казахский танец, но я прямо не знаю, как, ведь они же делятся, это на животный мир, на растительный мир, на бытовые и так далее. Там движения совсем не отвечают. Или я как-то в казахском театре очень давно посмотрела танцы, причем нахально, простите за грубое слово, нахально берутся его от постановки, вставляются. И я директору театра говорю, вы знаете, я сижу, чуть-чуть понимаю в танцах и чуть-чуть музыки понимаю, но меня оскорбляет, что эта музыка идет, например, на три четверти, а танцуются на две четверти. И так далее, и так далее. Я ему доказала потом. Я говорю, знаете, обрызки и затрызка получается. Так же, как с моих книг тоже берут и куда-то вставляют. Скажите, пожалуйста, вот вы уже, да, вы сказали, что Алина Ушакова, Куанамен затронули. Ну, у нас же и сейчас есть арай. Арай, ансамбль там, танцевальный. Ну, этот арай, вы знаете, что это получилось, что после смерти Валерия Ивановича мы, конечно, были все удручены, все прочее, одно время хотели даже оставить арай. Но это не тот арай. Я не хочу их обидеть, они танцуют хорошо, все. Но дело все в том, что они вот берут нашу историю, они никакого отношения не имеют. Чтобы сохранился именно ансамбль, вот тот, который был, в репертуаре должны быть обязательно танцы поставлены Валерием Ивановичем. Их в репертуаре нет. Первое. Второе. У нас своя школа особая. Нет ученика нашей школы, учеников нашей школы, которые это ведут. Поэтому я считаю, что пусть они продолжают свою творческую жизнь сами, зарабатывая себе уже вот ими и так далее. и так далее. Но не надо пользоваться былой. Арая нет больше. Творческая жизнь Арая с уходом балетмейстера закончилась. Но она дала новые течения, которые в Карлыгаше, в движении. Вот Ирина Сахарчук очень хорошо работает. Мне нравятся ее постановки. Ирина Сахарчук сейчас же в Алма-Ате, да? Да нет она. Нет, она здесь? Да. Вот. И то есть вот она продолжает Охпаевой дел. Она очень хорошо. Она ученица Охпаевой. Она такая трубдяга, она такая. Да. Ну а сейчас вот у Ирины Охпаевой дочка ее главный балетмейстер это цирка, республиканского цирка в Алма-Ате. А, да, вот эта дочь ее. Да, вот эта тоже. Понимаете, как-то оно все потекло, ручейками, ручейки из ручейков и получается. 80 лет исполняется, да, Валерий Иванович? Это будет... Валерий Ивановичу 80 лет было бы 28 сентября. Умер он не в 55 лет. Он умер в 54. Буквально 13 дней осталось до 55 лет. Он страшно любил цифру 13. Вот она у него так. Любил? Любил цифру 13. Обожал эту цифру. Знаете, он как-то... Ну, он и не кичился. Вот меня кто-то спрашивал, вот, а как Валерий Иванович себя вел? Там вроде он же известный. Я говорю, да никак не вел. Он никак не вел, он обыкновенно со всеми разговаривал, сказал, ой, Ольга, привет, даже вот ее не знает, он может с ней поздороваться и так далее. Там еще что-то такое. Вот очень прост был в общении, доступный был, понимаете? Обычно вот там какие-то звезды, они там что-то такое. Звездность, да? И все по-другому. Этого не было? А тут было нет. Это доступный, умный человек, он всегда простой и доступный. Совершенно с вами согласен. Это так. Дина Григорьевна, я благодарю вас за участие в нашей программе. Я думаю, что мы еще не раз с вами вспомним и прекрасное выступление ансамбля «Арай», и те годы, когда шло становление, и Валерия Ивановича, светлая ему память. Да, вот вы знаете, я выпустила последнее, что выпустила Пара Валерия Ивановича, вот это называла мгновение, потому что действительно это мгновение было в жизни. Я выпустила фотоальбом, вот именно вся наша жизнь. Вот в Алмате я показываю своим друзьям, они говорят, вы знаете, вот дыхание совсем другое, вот и лица другое, и все другое. Эпоха другая, эпоха другая, это же такое время вот. Вот сейчас не стала Марита Николаевна недавно, тоже с ней ушла эпоха. Не стала Коли Жумалеева, тоже ушла эпоха, это хороший был танцовщик, солист был, он у всех у нас был нашим партнером. Мы каждый с ним танцевали, такой вот интересный тоже человек. Мы сегодня в этой студии, мы сегодня вспоминаем их всех, и светлаем всем память, и я думаю, что еще много-много благодарных зрителей, и они помнят и выступления ансамбля «Арай», ну и будут передавать это последующим своим поколениям. Я благодарю вас еще раз. Хорошо, что вы вспомнили про Валерию Ивановичу. Приходите к нам еще обязательно, будем очень рады. Наших телезрителей, я благодарю за внимание, увидимся в программе «Из первых уст». Продолжение следует...